Сегодня мы с вами будем обсуждать тему, безусловно, актуальную, важную, потому что количество онкологических заболеваний с одной стороны растет, а с другой стороны резко растет количество больных, потому что мы сейчас лечим. У нас появились препараты, которые позволяют больным жить долго, неплохо себя чувствовать. И в связи с этим развитие у них различных осложнений, собственно говоря, и укорачивает продолжительность жизни и делает ее менее качественной. Поэтому речь идет не о лечении сегодня апохолей, а о тех проблемах, которые возникают у больных с апохолями. Если раньше это носило более-менее теоретический такой аспект, поскольку больные просто в России, вы знаете, не выживали, и пятилетняя выживаемость у нас была почти нулевая, условно, опять же говоря, кто-то проживал, то сейчас все-таки мы приближаемся к международным стандартам в этом плане. Лекарства есть, технологии есть. Ну и, соответственно, для нас, для терапевтов, встречающихся с этими пациентами, очень важно знать эти осложнения. И я с удовольствием передаю слово профессору Стуклову, который является у нас председателем секции гематологической нашего общества, и он дальше поведет свой рассказ. Значит, вы помните, что вы стоите здесь, чтобы вас было там видно, а потом мы с вами встаем вместе. Пожалуйста. Глубоко, уважаемый Павел Андреевич, еще раз хотел поблагодарить за приглашение, за возможность работать в таком значимо серьезном обществе и для Москвы, и для России. Уважаемые коллеги, спасибо, что пришли. Я все-таки готовил доклад для терапевтов, но, конечно, придется немножко какие-то жаргонные слова использовать. Смысл в чем в этом его докладе? Если вы просто запомните, что непонятная аномия всегда требует мыслить и думать, а нет ли у больного какого-то плохого заболевания, то же самое касается и тромбоза. Мы вот с сосудистыми хирургами часто проводим конференции, все-таки мы договорились, что если мы не знаем, что за тромбоз произошел, откуда тромбоз произошел, то все-таки надо, конечно, онкопоиск проводить. То есть, может быть, первые ласточки злокачественной опухоли – это как раз вот аномия и тромбоз. И, с одной стороны, это очень частая история, больше, чем у половины больных эти ситуации имеются, не говоря уже о ситуациях, связанных с химиотерапией, лучевой терапией. Даже первичные заболевания часто характеризуются вот этими проявлениями. И, несмотря на то, что это очень частая ситуация, нету каких-то четких пониманий, представлений о том, что это за синдромы, почему они развиваются, что с ними делать и вообще, как к этому относиться. Все понимают, вот, с одной стороны, парадокс. Аномия у онкологического больного – это очень плохой прогноз. Все знают, что, в общем-то, по идее, этого больного надо более радикально оперировать, более интенсивную лекарственную терапию проводить. Однако, наоборот, как только у онкологического появляется аномия, онколог тут же говорит – иди к терапевту, восстанавливай гемоглобин, а после этого приходи, мы тебя будем лечить. Это приводит к тому, что удлиняются интервалы между лечением, проводится неадекватная терапия, и все это приводит к еще большему усугублению вот этого негативного влияния аномии. И поэтому бремя диагностики, бремя лечения аномии очень часто как раз ложится сейчас на плечи терапевтов, врачей общей практики и так далее. О тромбозах вообще можно говорить еще более проблематичной историей, потому что тромбоз лечится не специалистом, который занимается причинами, которые вызывает тромбоз, а именно связан с локализацией тромбоза. То есть им занимаются неврологи отдельно, кардиологи отдельно, пульмонологи отдельно, если тромбоз воротные вены, гипотологи этим занимаются, флебологи. И нет никакого-то консенсуса, представления о том, что это из себя представляет история, особенно если это дебют за качественные опухоли, нет каких-то общих гайдлайнов и так далее. Вообще, если говорить о каких-то клинических рекомендациях, то они основаны на каких-то статистически доказанных ситуациях, которые на самом деле являются договыми. Я вот на самом деле очень сейчас много работаю с онкологами именно с точки зрения образовательной какой-то программы и пытаюсь поменять их отношение ко всей этой проблеме. То есть мы сейчас живем в каких-то представлениях, которые получены чисто из какой-то статистики, а на самом деле все совершенно по-другому. Я нам практически на все вопросы, связанные с диагностикой, с лечением, буду какую-то свою точку зрения отражать, которая, можно сказать, еще до сих пор не является какой-то общепринятой, и может и не будет являться общепринятой, но на мой взгляд она позволяет понять, что происходит с больными, у которых мы отмуждаем такие синдромы. Аномия – это частая ситуация. Аномия – это очень сложный патоген С имеет, поэтому нет какого-то одного лекарственного препарата, который бы позволил решить вопрос аномии онкологического больного. Невозможно ни вылечить тромбоз, ни вылечить аномию при злокачественной опухоли, если мы эффективно не справляемся с основным заболеванием. Это тоже надо понимать. Аномия ухудшает результаты лечения, влияет на прогноз, поэтому я еще раз говорю, что, конечно же, она требует лечения. И еще парадокс в том, что те же самые переливания крови, препараты эритропоэтинов вызывают тромботические осложнения, онкологи их боятся и их не назначают. Это, в общем-то, единственный работающий механизм лечения этих больных. А тромбозы возникают не по причине использования методов лекарственных, а по причине той ситуации, которая развивается в организме онкологического больного. Я сейчас хочу свою лекцию построить на постоянном пересечении аномии и тромбоза как двух сопутствующих проявлений злокачественной опухоли. Ну и раз она влияет на прогноз, снижает качество жизни, понятно, что она требует лечения. Почему? Очень много теоретических моделей, почему аномия является плохим прогностическим фактором. Потому что, если клетка имеет гипоксию, то у нее, соответственно, снижается свободно-радикальное окисление, а все-таки основной механизм лучевого повреждения и лекарственного повреждения связан как раз с свободно-радикальным повреждением ДНК. И эта ситуация замедляется и снижается эффективность лечения при гипоксии. Соответственно, гипоксия вызывает огромное количество изменений в организме, которые приводят к развитию неоангиогенеза, прорастанию сосудов опухоль и развитию способности опухоли к метастазированию. Ну и гипоксия изменяет структуру ДНК в плане того, что появляется возможность появления вторичных мутаций, развития субклонов и так далее. Это все теория, она на самом деле к медицине не очень большое отношение, все-таки это такая больше биологическая история. Я гораздо проще и понятнее попытаюсь объяснить, почему анемия является плохим прогностическим признаком при злокачественных опухолях. Что касается тромбозов, да, ну тромбоз, от анемии больные не умирают, от анемии снижается их качество жизни, развивается прогрессия заболевания, а вот тромбозы являются непосредственной причиной смерти, это вторая причина смерти по частоте у онкологических больных. С одной стороны, вроде как частота этих событий небольшая, с другой стороны, часто бывает фатальная, поэтому, конечно, требует обязательной диагностики и лечения. Ну вот несколько факторов, которые тоже надо учитывать. Во-первых, случается тромбоз у больного, у которого еще нет диагноза рака, да, и, соответственно, он не попадает в статистику по тромботическим осложнениям у онкологических больных. Есть даже данные, что более половины онкологических больных так или иначе испытывают тромботические осложнения, которые, так как протекают бессимптомно и не диагностируются. Самый опасный период в жизни онкологического больного – это послеоперационный период. Считается, что около месяца, некоторые данные говорят 60 дней после операции, сохраняется высокая тромбогенная ситуация. Больной после операции еще не имеет гистологического диагноза, еще не встал на учет диспансер, поэтому если развивается такое событие и кончается летальным исходом, опять же, это не учитывается в статистике смертности по тромботическим осложнениям. Не используется единый диагностический подход в прогнозировании венозной тромбоэмболии. То есть есть шкалы, есть риски, складываются баллы. Я бы хотел показать, что на самом деле есть еще существенное влияние стадии рака и даже гистологического типа рака на риски тромботических осложнений, о чем мы сейчас поговорим. Ну и мы тоже посмотрели, на самом деле, и три месяца после хирургического вмешательства сохраняется высокий тромбогенный потенциал. То есть эти больные, в принципе, должны получать профилактическую антикогулянтную терапию, чего нет в наших хронических рекомендациях. Ну и если мы уже говорим о венозной тромбоэмболии, как факте, то это уже, конечно, ситуация, которая, к сожалению, диагностируется, как правило, поздно и уже не влияет на судьбу онкологического больного. Ну вот мы посмотрели показатели, вот самые такие стандартные, рутинные параметры, которые наиболее изменения претерпевают при злокачественном опухоли, это фибриноген и РФМК, ну что касается, да, куглограммы. Вот мы видим, что если операция проводится на больном с первой стадии рака, то, да, существенно снижаются эти показатели. То есть мы, грубо говоря, снижаем риски венозных тромбогических осложнений. А вот если любая другая стадия рака подвергается хирургическому лечению, то даже в некоторых ситуациях еще больше ситуации усугубляется, причем через три месяца мы посмотрели, наш данный через три месяца, то есть эти пациенты не снижают риски венозных тромбогических осложнений. Ну и вот первая связь как бы между этими ситуациями. Это рекомендация русской 2021 год, которые говорят о том, что анемия, я подчеркнул, гемоглобин меньше 100 является фактором риска венозных тромбогических осложнений. Здесь существует такой парадокс, мы знаем, что больные с анемией, мы боимся у этих больных, что скрытые кровопотери, мы стараемся их аккуратно, особенно именно с точки зрения использования антикоагулянтов, лечить, потому что это высокая вероятность кровотечений, но в той же ситуации это является высоким риском тромботических осложнений. Вот давайте разбираться, почему это происходит. Все знают почему, а на самом деле представления, как я понял, в общем-то и до сих пор какого-то нет. Но если так, я сейчас буду схематично, как на мой взгляд, пытаться патогенетически связать два этих процесса, то есть опухоль это некий воспалительный процесс, который вырабатывает различные цитокины, которые через фактор инвестиционной гипоксии, через эритропоэтины два механизма воздействия на эритропоэс реализуют. Это в виде повышения гипцидина, то есть исключения железа из крови, и подавления непосредственно кровотворения, то есть нарушения степени скорости пролекерации эритрокариоцитов. И надо помнить, что депрессия кровотворения сама по себе повышает гипцидин и вызывает нарушение обмена железа. Но вот эти два механизма, то есть эритропоэния и депрессия кровотворения, приводят к развитию анемии хронической болезни. С другой стороны, опухоль прорастает в сосуд, повреждает эндотелий, факторы нутерной гипоксии стимулируют нейлонгиогенез, и все это в совокупности формирует некий пул эндотелия, который с одной стороны активизируется, с другой стороны повреждается. И все это реализуется в виде и кровотечения, в виде гиперкогуляции активации тромбоцитов, сопровождается тромбоцитозом и в итоге приводит к тромбозу. Ну, такая простая, на мой взгляд, схема, которая говорит о том, что два этих процесса идут параллельно друг к другу. Поэтому системное влияние опухоли проявляется нейлонгиогенезом, развития анемии и развития тромбоза. Ну, вот в этой парадигме мы давайте с вами сегодня и поговорим. Вот такое ретроспективное исследование в Италии было проведено. 63,5 тысячи пациентов с венозной тромбоэмболией были исследованы. И, как оказалось, что у третьей выявляется анемия при первичном тромбозе, и у четверти выявляется злокачественная опухоль. А вот сочетание анемии, рака и тромбоза выявляется в 57% случаев. То есть, опять же, мы говорим о том, что эти все процессы между собой тесно связаны и идут и развиваются параллельно. Что касается частоты анемии, да, посмотрите, вне зависимости от локализации опухоли, гистологического типа опухоли, стадии опухоли, частота анемии приблизительно одинаковая при любом раке. От 40% где-то до 80% частота этого события при любом виде этого злокачественного заболевания. Что касается тромбозов, ну, конечно, впереди идут гематологические опухоли. Почему? Потому что они системные, они первоначально системные, и поэтому сама опухоль, локализуясь в кровеносном русле, контактируется с эндотелием, что, вероятно, всего и вызывает такое количество тромбозов. Но даже любые, взять другие злокачественные опухоли, негематологические, то все равно мы видим, что порядка 10% больных дает такую частоту тромбозов, причем я подчеркну слово, выявляемых. А помните, мы говорили, что на самом деле частота скрытых или бессимптомных тромбозов намного выше в этой популяции. Теперь я сказал о патогенезе анемии, да, все-таки я считаю, что есть три варианта развития, три параллельных процесса, которые приводят к развитию анемии. Понятно, это кровотечение, да, почему? Потому что ряд раков дебютируют с пиронистых выделений, кровотечение – это локализация раков, если в желудочном кишечном тракте, в женской репродуктивной системе, то, как правило, дебют как раз кровотечение. Мало того, хирургические вмешательства, особенно радикальные, приводят к большой кровопотере, поэтому, конечно, мы не исключаем такого влияния, как кровопотеря на развитие анемии. Но на мой взгляд основной это все-таки хроническое воспаление, о чем я уже в схеме указал, которое развивается параллельно по двум путям. Нарушение продукции эритроцитов и нарушение обмена железа. Поэтому угнетение кровотворения и развитие железодефицитного эритропоеза идет параллельно у этих больных. Ну и, конечно, третий путь развития анемии – это все те процедуры, которые мы проводим с онкологическими больными, приводят к поражению костного мозга, к угнетению кровотворения и также приводят к развитию анемии. Ну, кстати, да, частота анемии до лечения и после практически в два раза отличается. Если до лечения в среднем 40-50%, то после лечения от 80% и выше обычно частота анемии популяции онкологических больных. Что касается кровотечения, это наши данные. Вот мы возьмем, смотрите, рак теломатки. Рак теломатки в дебюте обычно, как женщина обращается к гинекологу, у нее появляется в постменополузальном периоде, кровенистые выделения, раточные кровотечения обращаются к гинекологу, делаются в эскабрии, восстанавливается рак. Так вот, в дебюте она приходит к гинекологу с анемией в 36%. А вот лакоечные опухоли яичников и рак ульва редко сопровождаются кровотечениями, а в дебюте заболевания они приходят к гинекологу с частотой анемией более половины. То есть, смотрите, кровотечение популяционно не является основной причиной развития анемии. Это наши данные по эритропоэтину. Я, может, так уже показывал, но все-таки они интересные. Вот эти ромбики, да, это вот железодефицит на анемии. Мы видим, что чем тяжелее анемия, тем в логарифмической прогрессии вырастает концентрация эритропоэтина. Мы видим, что он может достигать 1000, да, при тяжелой анемии, при норме там где-то 5-35, да. То есть в 100 раз на 2 порядка увеличивается количество эритропоэтина. А вот черные точки – это эритропоэтин у онкологических больных. Мы видим, чем тяжелее анемия, тем меньше эритропоэтина. Наоборот, да, то есть мало эритропоэтина – тяжелая анемия. Поэтому мы это типичный эритропоэтин, зависимый анемии. И без эритропоэтина лечить такие анемии не представляется возможным. Вот мы сравнили стандартные характеристики анемии при гинекологических и онкогинекологических заболеваниях. У гинекологических и у этих двух групп больных анемии одинаковые по степени тяжести. Гипохромные и микроцитарные с низким содержанием ферритина. То есть если абстрагироваться от еще одного важного момента, потому что железодефицитная анемия всегда, как я уже говорил, требует установления и устранения причины ее развития. Если мы слово «причина» уберем, то эти два заболевания абсолютно одинаково характеризуются. Есть одно небольшое отличие. Какое? Назначение препарата железа в первом случае приводит к увеличению нормализации, быстро нормализации гемоглобина, то во втором случае при злокачестве опухоли это проявляется в дальнейшей прогрессии, то есть резистентностью к препаратам железа. То есть с одной стороны мы понимаем, что если мы выявляем рак, то лечение препаратами железа не работает у этих больных. А с другой стороны, если мы назначаем лечение железодефицитной анемии и видим отсутствие ответа, то мы должны всегда подумать, а нет ли здесь злокачественного опухоли. Почему это происходит? Потому что при злокачественных опухолях мы посмотрели крайне высокие показатели циррактивного белка и самое главное вещество, которое блокирует этот эффект железа, то есть гипцидина. Это типичная такая анемия хронической болезни, резистентная к препаратам железа. Ну и теперь, почему же все-таки анемия является действительно негативным прогностическим фактором? Много-много статей на эту тему написано. Я специально красно выделил только такой тезис один, который с такой огромной достоверностью показывает, почему действительно это негативная история. И вот теперь давайте разбираться все-таки почему, несмотря на то, что я уже говорил про роль гипоксии в развитии опухолевой прогрессии, в ответе на терапию, на самом деле, на мой взгляд, все гораздо проще. Ну, во-первых, даже мы помним, мы гематологи устанавливаем третью стадию множественной меломы хронического лифрикоза просто по факту анемии. То есть если есть анемия, мы уже констатируем, что этот пациент точно нуждается в лечении, что здесь уже идет явная прогрессия опухоли. Ну и много статей действительно говорят о том, что анемия обычно сопровождается ростом стадии рака. Ну вот наши данные. Мы смотрим рак шейки матки. Чем больше стадия рака, тем тяжелее анемия. То есть еще раз, когда мы видим больного с анемией, мы должны понимать, что здесь имеет место уже не только наличие факта злокачественного опухоля, а именно системного воздействия прогрессирующей опухоли на кроветворение. То есть если мы видим анемию, мы всегда думаем, что это, скорее всего, уже метастаза рака. Вот что происходит с объемом эритроцитов при росте стадии рака шейки матки. То есть еще раз, развитие гипохромной микроцитарной анемии всегда отображает нарушение обмена железа, то есть железодефицитный эритропоэс. И нарушение продукции эритроцитов идет параллельно с нарушением обмена железа. И когда мы видим гипохромную микроцитарную анемию, мы должны понимать, что здесь имеет место наличие продвинутой стадии рака. Ну и соя, конечно, как маркер отражающего воспаления, тоже растет при росте стадии рака. Ну, кстати, если так, немножко вернуться к каким-то предыдущим своим работам. Вот единственным, я сидел долгое время в архиве и изучал умерших больных от злокачественной опухоли и разделил их на две большие группы. Первые умерли в ремиссии заболевания, вторые умерли все-таки от прогрессии непосредственно рака. Единственное отличие, которое я нашел, это соя. Вот если больной онкологически приходит впервые с соя, которая составляет в среднем 38, то эти больные все погибают от прогрессии опухоли. Если соя нормальная при визите к онкологу первичным, то у них удается получить ремиссию рака. То есть соя, несмотря на то, что такой маркер довольно общий, мало где используется, он наглядно показывает, что высокая соя сочетается с высокой продвинутой стадией рака. Это тоже наши данные, уже, по-моему, 10 лет назад опубликованные. Рак тела матки. Видите, то же самое, что происходит с гемоглобином, что происходит с эритроцитами. То есть за счет снижения количества эритроцитов развивается эта аномия. Ничего подобного. И содержание гемоглобином в эритроците также прогрессивно уменьшается с ростом стадии рака. То есть еще раз, оба эти процесса идут параллельно. Поэтому, конечно, препараты железа мы всегда держим в уме. Но не в качестве монотерапии, а в качестве терапии направлены коррекцию одного из направлений лечения этой аномии. Теперь, что касается связи между аномией и тромбозом. Вот что происходит с тромбоцитами при росте стадий у тех же самых больных раком шейки матки. То есть чем больше стадия, тем выше тромбоцитоз. И эти же самые больные, посмотрите, что происходит с фибриногеном и РФМК. Чем больше стадия рака, тем статистически достоверно растет фибриноген и РФМК. То есть мы говорим о том, что когда мы видим ракового больного с аномией, значит мы предполагаем, что у него уже есть метастаза. И значит мы уже понимаем, что у этого больного высокий риск тромботических осложнений. И здесь эти события реализуются без всякой терапии аномии. Сами по себе связаны с такими показателями. Это вот тоже наши данные, табличка Excel. Я подчеркнул гемоглобин и корреляцию. Я бы проверил семью, самую достоверность, связанную со стадией заболевания параметры. Вот я вывел квадратик, что фибриноген и Додимер имеют обратную, высокодостоверную корреляцию с гемоглобином. То есть чем тяжелее аномия, тем выше фибриноген, и тем выше процесс тромбообразования. То есть Додимер это первичные больные, у которых не было выявлено тромбоза. То есть это процесс такой тромбообразования перманентно происходящий, еще не реализующийся в виде тромбоза. Вот другая часть этой работы. Немножко перейдем теперь к другой роли аномии. Как мы ее сейчас себе представили, как мы ее уже в практике начали реализовывать, вот этот подход и понимание того, что аномия говорит о метастазировании. Вот рак шейки матки. Приходит пациентка к онкологу. Онколог осматривает. А рак шейки матки – это тот рак, который визуально можно хорошо изучить, посмотреть, и прямо, в общем-то, сделать стологическое исследование в кресле. То есть это тот рак, который находится внутри организма, и онкогинекологи хорошо его понимают, видят и так далее. После этого назначается инструментальная диагностика КТ, ПКТ, МРТ, УЗИ малого таза и так далее. И устанавливается определенная стадия рака, и затем эти пациенты обязательно идут на хирургическое стадирование. Если это предполагается небольшая стадия рака, одновременно делается радикальное хирургическое лечение. Если эта стадия продвинутая, то берется биопсия и берется сторожевой узел, чтобы оценить размер или приблизительный масштаб метастазирования этого рака. Так вот, оказалось, что после хирургического стадирования больше половины больных меняют свою стадию. То есть все наши данные клинического осмотра инструментальных методов позволяют всего лишь в 50% правильно поставить стадию рака. Мало того, если вернуться, то есть у третьих больных, вот рыжим показано, находятся метастазы, которые ранее не выявлялись другими методами инструментальными. То есть мы говорим о том, что до хирургического лечения невозможно планировать объем хирургического вмешательства. То есть даже непонятно, можно ли этого больного радикально оперировать или нет. Вот такая парадигма в онкологии до сих пор существует. Ну действительно, вот опять же, из статьи я одну из последних взял. Срок жизни больных с аномией гораздо меньше срока жизни больных без аномии. При любом абсолютно заболевании, знак качества, будь то лимфома, рак легкого, рак личников, абсолютно неважно. Аномия всегда дает плохой прогноз. Почему это происходит? Потому что когда мы... Ну я помню, даже сейчас покажу. Да, ну вот, пожалуйста, влияние предоперационной аномии на выживаемость онкологических больных. Посмотрите, в три раза частота выживаемости отличается у больных, у которых была и не была аномии. Да, если аномия есть, это крайне негативный фактор. Почему? Вот здесь сразу у меня возникает ответ на этот вопрос, который я предлагаю, как бы как свое мнение. То, что сравниваются две несравнимые группы. Нельзя сравнить больных с аномией и без аномией, потому что больные с аномией, это больные с метастазом. Больные без аномией, это больные с локальным раком. И нельзя их сравнить, а во всех статьях, если мы посмотрим, сравнивается общая популяция. И это абсолютно неправильно. То есть нельзя так. Вот, вы смотрите, вот эти семь параметров, которые мы нашли, рутинные параметры, которые берутся у каждого онкологического больного, которые приходят на обследование к онкологу, и которому планируется хирургическое лечение. Вот три параметра красной крови мы взяли, то есть не мы взяли, мы нашли, что это наиболее зависимо от стадии рака, параметры гемоглобина или тромоцитов СОЭ. И четыре параметра куглограммы, додимер, фибриноген, РФМК и агрегация тромоцитов СДФ, ну то есть отражает что? Отражает влияние фибриногена. И вот мы видим, что вот с очень высокой достоверностью эти семь параметров связаны со стадией рака. Дальше мы включили искусственный интеллект на программе Питон, выяснили коэффициенты, которые влияют на эту корреляцию, да, вот создавили такую формулу, которая называется множественная логистическая регрессия. Так вот, коллеги, оказалось, что и вот мы, используя эти семь показателей, с 99,5% можем предсказать наличие метастазов. Если помните, что УЗИ, МРТ, ПЭТ-КТ, ПЭТ-КТ не берется сейчас в гипотологические опухоли, в соперные опухоли. Позволяет только в 50% поставить стадию рака правильно, то вот такие показатели нам позволяют в 99% установить наличие метастазов рака. То есть мы говорим о том, что кровь, она отражает системное влияние опухоли на организм. Мало того, у нас сейчас есть даже работы, которые, как больного динамически наблюдаешь, клинических признаков трансформации дисплазии в рак у него нету. По анализам появляются изменения. Мы, в самом деле, подозревать начинаем рак, отправим хирургу, хирургу биопсию в генаминовые узлы и действительно находят метастазы рака. Хотя клинически никаких проявлений трансформации дисплазии в рак, а локальной биопсии не выявляют. Вот у нас патент в 2021 году был получен на это дело. И, мало того, мы это как в практику сейчас вводим? Вот приходит больной на прием к онкологу. Мы вот эти 7 параметров вводим в программу, и программа нам выдает стадию рака. Больной получает распечатку этого анализа с предполагаемой стадией рака. Понятно, что стадия рака до сих пор консервативно устанавливается после хирургического стадирования. С этой бумажки он идет хирургу, хирург его оперирует. Она не влияет никаким образом на работу хирурга, она на самом деле... А потом сверху приводит результат, у нас всегда полное совпадение действительно наблюдается. То есть, если мы говорим хирургу, что вот есть такая стадия, он потом оперирует и говорит, да, точно такая стадия у меня и определяется. Но это после операции, а этот бланк позволит нам, если мы его внедрим в практику, изначально планировать объем хирургического вмешательства, такой, какой требуется конкретному пациенту. Тоже патент, еще даже бумажки у нас нет официально, патент мы на это дело получили. То есть, это сейчас в реальной практике, смотрите, мы не просто понимаем уже, что тромбоз и анемия – это проявление метастазирования, мы уже это включили в работу, уже мы можем этих больных вести вот таким образом, предсказывая с высокой степенью стадию злокачественной опухоли. Несколько слов о лечении. Почему? Потому что онкологи боятся лечить анемию. Если вы спросите онколога, почему вы боитесь ретропоэтинов, он скажет, тромбозы от них развиваются. Если вы спросите, почему вы боитесь переливать кровь, тромбозы развиваются. Так вот, еще раз я буду несколько раз это повторять, я вот очень-очень много сейчас выступаю в конференциях онкологических, у нас очень пока трения с онкологией большие, но я знаю, что где-то года два надо приблизительно в аудитории, чтобы ее переубедить и настроить немножко на другую ситуацию. Ну так вот, поэтому ситуация связана с тем, что лечить анемии надо, да, и поэтому мы все-таки должны... А еще раз повторяю, время лечения анемии возлагается сейчас по системе оказания помощи в основном на терапевтах, да, потому что это экстра такая туморальная проблема, которая онкологами устраняется и направляется к терапевту. Значит, смотрите, два патогенеза мы установили анемии. Это нарушение образования ретроцитов и нарушение обмена железа. Значит, снижение количества ретроцитов, как мы можем лечить? Или переливание мертроцитарной массы, или препаратами эритропоэтина. От чего лечение зависит от тяжести анемии, да, понятно. Тяжелая анемия трансфузия, нетяжелая анемия эритропоэтин. Нарушение обмена железа зависит от показателей ферритина. Ферритин низкий, говорит нам, что есть дефицит железа, значит, надо препараты железа использовать. Ферритин высокий, значит, есть депонирование железа, то есть именно анемия воспаления, и надо использовать эритропоэтин. эритропоэтин активируя кроветворение нормализует обмен железа ну вот прошу обращать внимание вот эти показатели мс и чем себе еще раз любая гипохромная микроцитарная аномия свидетельствует о нарушении гемоглобина образования основная причина помимо редких форм сега христи ческих аноми толосами все-таки нарушение обмена железа поэтому эти ситуации говорят нам что то надо рассмотреть вариант нет ли здесь дефицита железа как его определять по ферритин любая гипохромная микроцитарная не требует исследования ферритина если ферритин низкий обязательно добавляется железо есть даже таблички которые предполагают позволяют рассчитать необходимость назначения препаратов железа и установить тот или на ту или иную степень дефицита железа их три в онкологии абсолютно дефицит железа функциональный дефицит железа и депонирование железо первые два предполагают про значение препаратов железа, третий – нет. Ну и здесь очень большой размах, поэтому здесь решение должно быть индивидуальным, строгих критериев нет. Эритропоэтины. Еще раз, онкологи боятся этого препарата, они считают, что он может… Два негативных эффекта. Первое – это тромбообразование, а второе – это… Ну, действительно, в инструкции написано, что при острых тромботических состояниях эритропоэтины противопоказаны. Вот понятно. И второе, что эритропоэтин вызывает прогрессию опухоли. Ну, сразу, свою мысль продолжаю. Если мы видим больного с НМИ, которому требуется назначение эритропоэтина, то у этого больного уже есть метастазы, которые никаким инструментальным методом поймать нельзя. И поэтому, назначая эритропоэтины, получая прогрессию опухоли, почему-то врачи все это переносят на эффект эритропоэтина. Хотя на самом деле надо понимать, что это просто другая стадия рака изначально была. Вот эритропоэтины работают у двух третей больных, они, в принципе, улучшают качество жизни. Они точно не ухудшают выживаемость, поэтому это хорошие препараты. Ну, а тем более, они сделаны для того и нужны для того, чтобы избежать гемотрансфузий. Поэтому, да, их принимать надо. Вот мы полечили больных эритропоэтинами таких и сравнили с тем, кого мы не лечили эритропоэтина. Гемоглобин растет так себе не очень. Симптомы анемии лучше становятся, да, ну и действительно достоверно сокращается, конечно, трансфузия. Поэтому по всем этим параметрам эритропоэтин использовать надо. Мы их любим, мы их всегда назначаем и не боимся тех догматических представлений о вреде эритропоэтина. Ну, вот эти вот два, две догмы вы любого онколога услышите всегда. И после моего доклада всегда еще раз, я 20 раз услышу. И переспрашивают меня, почему вы считаете, что они влияют на тромбозы и на прогрессию обухоли. Наверное, я все-таки постарался и вроде как объяснил, да, почему. Ну, вот, пожалуйста, к примеру. Сравнивается две группы больных. Одна получала профилактические эритропоэтины, вторая не получала профилактические эритропоэтины. Понятно, что кто получал, у того надкривой нормального значения гемоглобина, а те, кто не получал подкривой, да. Но изначально была одинаковая, сравнивалось две одинаковые группы больных с одинаковым гемоглобином. Что мы видим по выживаемости? Никакого эффекта на выживаемость это не дало. То есть я могу сказать о том, что не то, что эритропоэтин полезен, а то, что точно он не вреден. Когда мы сравним две одинаковые группы больных, то выживаемость никаким образом не сказывается ни на прогрессии опухолей, ни на тромботических осложениях и так далее. Сравните, пожалуйста, две одинаковые группы больных. Вот здесь мы видим, то есть элитропоэтин нам не позволяет повлиять каким-то образом на исход лечения больного, но позволяет его лечить адекватно, позволяет ему иметь хорошее качество жизни, поэтому препарат, конечно, нужен. Ну и понятно, что тяжелая анемия, особенно если она проявляется с симптомами, не бойтесь проводить трансфузию эритроцитарной массы. Ну и вот как пример, пожалуйста, вам статья Корифея, в которой всеми цитируется по анемии профессора Людвига, вот, пожалуйста, цитата. Гемотрансфузия состоит с более высоким риском смерти, прогрессирование болезни и риском развития эмболей тромбоза. То есть, пожалуйста, та же самая статистическая закономерность. У больного анемия переливают кровь, получают тромбозы и прогрессию опухолей. И связывают это с чем? С переливанием эритроцитов. То есть, мы сейчас живем в эпоху больших чисел, да, когда сравниваются просто статистические данные, а выводы делаются абсолютно неправильные. Вот эти догмы, к сожалению, приводят к тому, что, еще раз, онкологи устраняются от вопросов лечения анемии и перепоручают это терапевтам, хотя терапевт вообще никакого отношения к этим проблемам не должен иметь, потому что это типичное проявление опухоли. Это никакая не экстравтоморальная ситуация, это именно результат наличия заболевания у больного. Вот, помните, что трансфузия проводится по показаниям, которые имеют клинические значения, и, в общем-то, не надо ориентироваться на показатели гемоглобина. Ну, то есть, два основных показателя – это необходимость быстрого подъема гемоглобина. То есть, любой больной с анемией должен получить должное хирургическое вмешательство в нужном объеме, несмотря на тяжесть анемии. То есть, ему переливаются эритроциты, нормоксия, он вводится в состояние нормоксии, проводится нормальное, абсолютно какое показано хирургическое лечение, после этого уже он переходит на следующий этап терапии. Ну, и, конечно, если есть симптомы анемии, которые не купируются другими способами, тоже это показания для трансфузии эритроцитов. Еще несколько слов о том, что важна не только стадия рака, но еще и даже тип рака очень сильно важен в представлениях о патогенезе анемии и тромбозах. Вот мы сравнили аденокарциномы, плоскоклеточный рак, и железистый плоскоклеточный рак. Причем могу сказать сразу, что мы посмотрели по стадиям, абсолютно одинаковые по возрасту эти больные, абсолютно были одинаковые по стадии рака. То есть это не какая-то особенность болезни биологической, а это именно особенность секреции каких-то веществ, опухолей. Вот смотрите, если есть железистый компонент, то есть аденокарциномы, железистый плоскоклеточный рак, посмотрите, как себя ведет фибритоген, РФМК, и даже мы видим при железистом плоскоклеточном раке гиперкогуляционный синдром. То есть тромбидное время становится ниже нормального значения. То есть, мы говорим о том, что эти больные нуждаются при наличии железистого компонента, в злокачественном раке, не просто в профилактике, а еще и такой своеобразный риск, как я называю, риск адаптированной профилактики венозных тромбоэмболических осложнений. Ну вот, если мы возьмем стандарты, по которым происходит настоящая профилактика венозных тромбоэмболических осложнений, то вводится стандартная доза препарата в зависимости от сроков после операции, в зависимости от массы тела. Вот так в настоящее время проводится профилактика осложнений. Что мы имеем? У других больных имеем прогрессию тромбозов, и никакого эффекта вот такая рутинная профилактика не оказывается. Кстати, поэтому во многих статях и скажут, что мы проводили профилактику, не получили однозначного положительного ответа, поэтому она не требуется, она больным не помогает. Поэтому мы говорим о том, что просто по-другому надо проводить профилактику венозной тромбоэмболии. Действительно, активная профилактика венозной тромбоэмболии делает чудеса. Она улучшает выживаемость, снижает количество осложнений, снижает стоимость лечения, а самое главное, что она нарушает рост опухоли, тормозит метастазы, тормозит неогенез, препятствует метастазированию больных, у которых была адекватная проведена терапия, и действительно значимо лучше имеют прогноз по заболеванию. С другой стороны, еще раз, используя рутинную профилактику, мы понимаем, что больные с анемией имеют самые высокие риски кровотечения. То есть сочетание анемии и злокачественной опухоли при проведении вкультерапии это самая высокая риска группа с точки зрения развития больших фатальных кровотечений. На самом деле, вот здесь тоже, в общем-то, более-менее мы договорились взять нашу базу данных НССИН 2021 года. Здесь, в общем-то, по рекомендациям по проведению антикулятной терапии у больных с венозной тромбоэмболией, связанной со злокачественными опухолями, здесь четко сказано, что если у пациента опухоль локализуется в желудочно-кишечном тракте, то надо лечить низкомолекулярными гепаринами, потому что они считаются более безопасными. А вот если пациент опухоль локализуется в нежелудочно-кишечном тракте, то никаких рисков по кровотечению нету, и можно использовать прямые оральные антикоагулянты. То есть уже по локализации можно себе представить, вот почему риски у больных с анемией выше при локализации в желудочно-кишечном тракте. Несколько слов по метастазированию. Что происходит с показательной коглограммой при наличии метастазов? Мы берем продвинутые раки и сравнили местное распространение и метастатическое. Но по плоско-клеточному раку ничего не видно. Еще раз, плоско-клеточный рак почему-то себя очень хорошо ведет с точки зрения агрессивного воздействия на систему свертывания. Железный плоско-клеточный рак. Вы смотрите, мы видим, что РФМК, во-первых, самый чувствительный маркиоз локальственной опухоли. Я не знаю, как это объяснить. Но изначально эту работу начали 10 лет назад, потому что онкогинеколог, работающий с больными, видела у всех больных высокое РФМК. Пришла, говорит Николай, что вы с этим делаете? И вот это все вылаз в огромную докторскую диссертацию, которая еще не завершена, которая уже, ну, огромная, конечно, публикация патентов мы получили и так далее, потому что человек просто заинтересовался этой проблемой. Ну, вот видим, что, например, здесь уже достоверно фибриноген растет, да, РФМК очень высокий. При аденокарциномии уже, видите, гиперкоагуляция развивается, гиперфибриногенемия, и сам процесс тромбообразования резко активируется. То есть мы видим разную картину гемостаза при разном распространении рака. То есть метастазирование предполагает вот такие изменения свертывания, да. Ну, и вот мы сейчас получили тоже, например, в 2016 году получили патент, который показали, что раз мы имеем такие данные, то надо больных проводить какую-то профилактику по-разному в зависимости от стадии заболевания и гистологического типа опухоли. Если это плоскоклеточные раки начальной стадии, то мы берем вот эту табличку и по ней занимаемся тем, чем надо. Если это больные с распространенными стадиями плоскоклеточного рака, то коэффициент должен быть выше. А если есть железный компонент, то мы уже практически должны работать с лечебными дозами низкоммуникулятора гепарина, потому что там мы имеем дело по факту уже с гиперкоагуляционным синдромом. То есть это уже та патология, которая требует уже лечебной тактики, а не профилактики. Ну и в итоге вот последние несколько слайдов. Я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, реальная суть синдромов при анемии тромбоза, при злокачественных опухолях, то есть анемия и тромбоз отражают процесс прогрессии опухоли. То есть это предполагает агрессивное лечение анемии, агрессивную профилактику тромботических осложнений и более агрессивное лечение опухоли. И тогда нам удастся убрать вот эту догму и парадигму нашего поведения, что эти больные нуждаются в палеотивной терапии. Ни в коем случае. Поэтому анемия само по себе, это равно, и мы это доказали, это равно метастазы, прогрессия и резистентность терапии. Анемия – это высокий риск тромбозов, рост риска венозных тромбозаических осложнений. Поэтому вот когда мы лечим анемию, то мы получаем побочные эффекты и ухудшение по поживаемости больных, связанные не с лечением этой анемии, а с самой ситуацией, связанной по наличию метастазов у этого больного. Спасибо за внимание. Я хотел просто таким простым языком сказать такие вещи, которые, на мой взгляд, интересны должны быть для терапевтизов. Спасибо большое. Вопросы? Ну, гематолог занимается лечением гематологических заболеваний. Это не гематологические заболевания, это не экстратуморальные процессы. Я считаю, что лечением анемии тромбозов должны заниматься онкологи, потому что это клиническое проявление злокачественной опухоли. Да, эти вопросы, они, к сожалению, в настоящее время, я не знаю, они не решаются, мы это всеми обсуждаем, и в настоящее время действительно их вопросы сложно как-то решить. Но я бы вам как для терапевта просто дал ответ, как надо вести, как надо лечить этих больных, в том числе, чтобы вам было тоже проще, понятнее. Да, бесполезно, вот это вот совершенно бесполезно. Смотрите, я как гематолог не могу принять десятки тысяч онкологических болей в день. Да, конечно, это о чем мы говорим. Да, то есть это невозможно. Практически надо улучшить понимание, что это за ситуация, и чтобы и вы владели, и онкологи тоже не владеют этим методикой. Поэтому это надо просто образовательно вести занятия, как сегодня мы с вами, и потихонечку будем задвигать эту проблему. Да, ну вот... Давайте вопрос надо повторять, потому что там не слышно. Если у больных онкологически выявляется дефицит фолиевой кислоты и B12, что делать в этой ситуации? Вот эти сложные схемы, которые в клинических рекомендациях написаны, они полностью сбиваются с толку. Значит, если есть дефицит фолиевой кислоты и гиперхромная микроцитарная аномия с большими репроцитами, то это называется фолиеводефицитная аномия, и тогда она лечится фолиевой кислотой. Если у онкологического больного гипохромная микроцитарная аномия и снижение фолиевой кислоты, то я это называю клинически незначимым снижением фолиевой кислоты. Никаким образом она не влияет на кроветворение, потому что гипохромная микроцитарная аномия. Значит, здесь патогенез аномия связан с нарушением обмена железа, а не с дефицитом фолиевой кислоты. Мало того, избыток фолиевой кислоты для знака качественной опухоли – это что? Субстрат роста и пролиферации опухоли. Поэтому мы стараемся максимально ограничивать их использование. Если мы говорим о макроцитарной гиперхромной анемии, то все эти анемии связаны с нарушением деления клеток в костном мозге. Это уже действительно проблема гематологическая. Желательно здесь делать стернальную пункцию, желательно вызывать гематолога. И ни в коем случае не назначайте два препарата сразу. Сейчас, давайте, ответ, вопрос. Вопрос-ответ. Это не беседа. Вы можете потом подойти. Если это не фолиевая дефицитная анемия, то назначение фолиевой кислоты не требуется. Если это не B12 дефицитная анемия, то не требуется назначение. А еще у нас есть две основные анемии. Одна дефицит железа, вторая дефицит фолиевой кислоты, что бывает крайне редко, но, правда, у антологических больниц, поскольку препараты. Либо B12. И то, и другое требует доказательства, а не назначение препарата. А секундочку, давайте, вы все время спорите. Давайте мы будем все-таки, вопрос и ответ вам отвечают. Что для того, чтобы назначить препарат, вам нужно иметь доказательства анемии. Уровень B12 и фолиевой кислоты не являются доказательством анемии. Точка. Только наличие анемического синдрома, связанное с гиперхромией, появлением специфических клеток в костном мозге, является основанием для назначения этих препаратов. А не уровень фолиевой кислоты, витамина B12. К сожалению, эти уровни врут через одного больного. Уж извините. Я настаиваю на том, что вообще их нельзя использовать для диагностики анемии. Да, лучше вообще забыть про их существование, как и витамин D, примерно. Еще. Ну, вы знаете, каких-то особенностей анемии не выявлено. То есть, на самом деле, настолько гетерогенные все эти процессы. Я бы сказал, что она имеет сложный патогенез. Вот есть очень хорошая работа у профессора Руковица, она изучает вообще анемию хронической болезни при разных воздействиях. Ревматизме, раки, туберкулезе, спиде. И он разделяет все анемии хронической болезни на три варианта. Анемия хронической болезни с преимущественным нарушением эритропоэза. Анемия хронической болезни с преимущественным нарушением обмена железа. И анемия хронической болезни, которая протекает и с тем, и с тем одинаково путем. Здесь дело не в раке, а в эффекте этого рака на аномию. Я показал, что при раках вообще разные раки показывал. И тот и тот механизм приблизительно одинаково работает. То есть мы должны и нормализовать кривотворение, и нормализовать обмен железа, как я тоже показал. Договорились? Ну, еще один вопрос. Рак простатной железы, как и рак молочной железы, часто что метастазирует в кости. А раз так, то часто поражается уже непосредственно кривотворный орган. Поэтому, наверное, да, вы правы, какие-то особенности есть. То есть просто снижение субстрата кривотворного, скорее всего, при прогрессе этих раков наблюдается. И это надо учитывать действительно право в назначении терапии. Я бы обратил внимание на ваш слайд, точнее я-то обратил, что рак простаты в 10 раз меньше дает тромбозов, чем все остальные раки. Знаете почему? Кто-нибудь знает почему? Потому что гипердиагностика рака – это тот рак, который очень плохо диагностируется, в том числе морфологически. Это выдуманная болезнь по нашей классификации. 90% рака простаты не надо вообще никак лечить, тем более диагностировать. И ПСА должно быть запрещено так же, как B12 с фолиевой кислотой. Да, вот он спокойно живет с этим метастазом. Это гормонозависимая опухоль, поэтому она контролируется. Она контролируется десятки лет, это очень пожилые больные, они доживают до какого-нибудь своего инсульта. И в общем, далеко не всегда нуждаются в терапии. Но я еще один рак назову, такой любимый всеми. Это рак щитовидной железы. Онкологи с эндокринологами бьются на кулаках. Эндокринолог говорит, оставьте вы в покое этот рак. Нет такого рака. Нет такого рака. А онкологи всех режут. Ну, это сложный вопрос, но тем не менее, имейте в виду, что огромная гипердиагностика железистых опухолей. Кстати, рак и молочные железы тоже. Да? Так, что нужно проводить, чем нужно проводить профилактика тромбоза в стационаре при лечении прогрессии хронического лимфолейкоза? Ну, вопрос не очень правильно поставлен. Лечение прогрессии хронического лимфолейкоза лечится специализированной терапией, да? Вот, поэтому, а профилактика тромбоза, в принципе, я показал, что любое гематологическое заболевание, частота тромбоза на порядок больше, чем при соленых опухолях. Поэтому стандартная профилактика низкомолекулярными гепаринами, пациента, у которого есть риски развития тромбоэболических осложнений. Это какие риски? Ожирение, постельный режим, центральный катетер, хирургическое вмешательство. Если эти риски есть, по баллам складывайте, и если эти баллы набираются для необходимости назначения терапии, тогда проводите низкомолекулярными гепаринами в профилактической дозе. Там есть еще нюансы, потому что хронический лимфолейкоз и во время лечения, во время своей прогрессии вызывает тромбоцитопению, да? И помним, что стандартное профилактическое назначение антикоагулянтов возможно при тромбоцитах более 50 тысяч. Если их меньше 50 тысяч, то мы должны в два раза редуцировать дозу, а если тромбоцитов меньше 25 тысяч, то обычно мы должны отменять эти гулятные терапии по причине высокого риска кровотечения. Поэтому здесь еще вот такие нюансы для гематологических опухолей, тоже помните. Значит, следующий вопрос поздно присоединилась, поэтому вопрос расскажите лекцию снова. Лекция будет у нас опубликована на нашем сайте, в нашем портале МГНОТ. Пожалуйста, будьте любезны, ну что же повторно повторять. Так, 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 так. Как часто бывает мегалобластная анемия у онкопациентов? Нет, коллеги, все-таки мегалобластная анемия, это анемия, характеризующаяся мегалобластным типом кровотворения. Это по определению три вида анемии. Это B12-дефицитная анемия, фолиевая дефицитная анемия и рефрактерная анемия. Зноличие злокачественной опухоли здесь никаким образом не влияет на постановку диагноза. Другое дело, что, конечно, повышенное расходование фолиевой кислоты при любом воспалении, соответственно, коллагенозе злокачественной опухоли, нарушение всасывания фолиевой кислоты по причине антропатии, связанных с химиотерапией, назначение метатриксата как антагониста фолиевой кислоты, естественно. На самом деле, в клинических рекомендациях есть ссылки на эти анемии при лечении анемии у онкологических больных, но в практике, на самом деле, я таких анемий классических не видел. И все равно, еще раз повторяем, нужно ставить диагноз, выяснять, устранять причину и назначать или тот, или другой вариант лечения, ни в коем случае два витамина сразу не назначайте. Ну, во всяком случае, частота мегалобластных анемий как будто бы не растет при опухолях. Это несвязанная вещь. Так, если у пациента ХБП умеренная анемия, ЦРБ нормальный, РОЯ-58, то может ли такое РОЯ объяснять, объяснить самой анемии или подумать о онкопоиске? Ну, интоксикация, да, грубо говоря, значит, неадекватно проводится диализ, или там, если это не диализ, добавленный. Да, только вы забыли указать гемоглобин. Да, да. Вообще, коллеги, еще раз, я всем, для примера, чтобы вы понимали хорошо, что такое соя, кто-нибудь за рулем, если ездит, попробуйте в Москве проехать днем и ночью, и почувствуйте существенную разность в скорости передвижения. То есть, соя зависит от количества эритроцитов. Много эритроцитов – маленькая соя, мало эритроцитов – большое соя. А следующий фактор – это уже воспаление, да, то есть, снижение заряда эритроцитов при абсорбции тех или иных молекул другого заряда, которых не должно быть в крови, то есть, любая интоксикация неспецифически увеличивает соя. Ну, два. Да, в основном, там фибриноген вокруг эритроцитов образует оболочку, снижается заряд. Что такое эритроцит? Это эритроцит отталкивается друг от друга за счет положительного заряда. Если эритроцит окружен чем-то, в первую очередь фибриноген, то он падает. Но есть еще одна деталь немножко. Если вы палочку ставите вертикально, то роя, ну, предположим, 5. А если ее наклонить под 45 градусов, какой роя будет? Больше, меньше? Ну, мы берем просто геометрию равнобедренных треугольников. Ну, хорошо, геометрия, если только кора, увеличится или уменьшится? Уменьшится. Уменьшится. По геометрии должно уменьшиться. Жалко, что вы это сказали. Вот не хотел я вас. А это математика? Да, это математика увеличится в 10 раз. Это что? Да, увеличивается в 10 раз, потому что эритроцит падать остается от одной стенки капилляра до другой стенки капилляра. Он доходит до стенки капилляра и по нему скатывается. Ну, может быть, может быть. Потому что там физика, а не геометрия. Так, чем отличается картина крови при дефиците железа и фолиевой кислоты? Слушайте, я вас умоляю. Ну, я бы не отвечал на этот вопрос. Мне кажется, это... Вы не два раза уже ответили. Да, ну, главное, ну, слушайте, ну, это детский сад. Ну, что это такое? Возможно ли проводить амбулаторно-параллельное лечение эритропоэтины с калькулярными гепаринами или ПУАК? Как часто при этом проводить контроль анализа крови? Ну, слушайте, вообще, действительно, это очень важный такой интересный вопрос, потому что, еще раз, эритропоэтины подозреваются в увеличении прокоагулятной активности и увеличении рисков тромбозов. С другой стороны, в клинических рекомендациях нет показаний при лечении эритропоэтины для специального назначения антикоагулятной терапии. Поэтому антикоагулятная терапия назначается по своим показаниям, эритропоэтины назначаются по своим показаниям. Другое дело, что, действительно, эти процессы, как я показал, связаны, но мы, все-таки, работаем в условиях клинических рекомендаций. Поэтому, пожалуйста, эти... Разъединяйте эти два процесса. Но противопоказаний точно я никаких не вижу. Вот, сочетать оба эти метода, я не вижу никаких противопоказаний. Да, я думаю, что данные по росту тромбозов получены были на мышах здоровых, потому что у больных как-то я чего-то не очень помню, чтобы прямо эритропоэтин, атеросклероз еще с гипертонией они как-то выращивали, и то сейчас не знаю, это было на заре. Так, чем лечить анемихронические заболевания? Ну только что же это обсуждалось, именно об этом сегодня и шла речь. Эритропоэтин в некоторых случаях железа. Вы подтвердили жизненный случай рак шейки, рак щитовидной железы у сына, отказались от лечения через 6 месяцев, ну в общем, ладно, что-то подтвердили. Профилактические дозы низкомолекулярных гепаринов на килограмм веса. Ну коллеги, это есть в инструкции, я даже показывал таблицу, там зависит от препарата, зависит от того, что некоторые препараты от килограмма влияют. Вообще на килограмм их не считают, считают там от 50 до 100, это стандартная доза. То есть по инструкции только один низкомолекулярный гепарин требует пересчет на килограмм, остальные вообще не требуют. Да, да. Так же, как, кстати говоря, и уаки тоже не требуют пересчета большого. Ну то есть очень низкий вес, там, например, дети, там надо пересчитывать. Или свыше 100-120 килограмм тоже надо добавлять дозу. Но это все очень такое относительно, нет никаких точных данных. Чем отличается... Господи, опять, ну слушайте, ну чем отличается картина крови при B12? Вот хороший вопрос, благодарю за ответ. Благодарю за ответ, да. Ну в учебнике написано, но ничего нового тут не скажем. Еще вопросы давайте, пока вы думаете. У меня еще один вопрос. Вы ничего не сказали про страшный метод установки зонтика. Ну это не моя тема просто. А как вы к этому относитесь? Честно. Я считаю так, что если событие тромбоза было обусловлено каким-то фактором, который был устранен, и при этом сохраняется риск тромбоэмболии, то, наверное, да. А если мы говорим о онкологическом больном, у которого риск будет сохраняться в течение длительного времени, то мне кажется, что здесь главное именно профилактикой заниматься, устранить угрозу вот этого отрыва тромба и дальше не заниматься этой историей хирургической. Ну, совпадает. Мы против вообще зонтика по возможности. Там, где есть повторные тромбоэмболии, не получается ничего, да. Но в основном не надо, потому что на зонтике все растет снова. Вопрос же в том, что зонтик становится источником тромба, и потом на нем вырастает такой же тромб, который также отрывается, летит и так далее. Можно ли принимать варфарин, иксорелта одновременно страдающим тромбозом? Нет, ну это вообще история, нет, нет, нет. Два разных антикоагулянта нельзя сочетать между собой, как и два разных препарата железа, и как два разных эритропоэтина. Никакого смысла нет, просто другое дело, что вы должны выбрать тот или иной способ. Антифосфорипидный синдром по стандарту варфарин требует, да, и наоборот варфарин противопоказан при дефиците козависимых антикоагулянтов. Вообще противопоказан, да, поэтому... Ну, вообще от варфарина сейчас постепенно все уходят, поаки есть, это гораздо более приличные препараты, относительно недорогие, доза препарата на месяц, если я правильно помню, 2-3 тысячи рублей, несмертельна. Конечно, варфарин кажется дешевле, но вы не забывайте, что вы должны мноу мерить, а потом от него же будут осложнения. От паков осложнений вообще не бывает, по моим представлениям. От варфарина через одного. У онкологических больных всего 10% кровотечения. Ну, понятно, но и все-таки это гораздо меньше. И второе, на что бы я еще обратил внимание, сочетание антикоагулянтов и антиагрегантов. Вот с аспирином, с НПВС, любыми, нельзя антикоагулянтов. Мы тяжелейшие кровотечения видели, и это просто фантастическая вещь, поэтому либо-либо. Ну, нет, в кардиологии же есть вот эти, тройная терапия, двойная терапия, в высоких группах риска она есть. А мы ее отменяем все. Ну, она там непродолжительное время означается, неделю, потом, с постепенным снижением и так далее. Еще раз, особенно страшен варфарин, потому что никто мноу не делает по жизни, да, и вы не знаете, какой у вас мноу. Вы даете аспирин, он дает язву, а у вас мноу высокая, ну и понеслось. Так, с какой стадии рака нужна профилактика тромбообразования или ориентироваться на РФМК? Нет, нет, коллеги, есть еще раз клинические рекомендации, там риски описываются не по стадии рака, а по другим факторам ожирения, курения, госпитализации, тромбоз в анамнезе, тромбоцитоз, анемия и другие вещи, которые по баллу считаются и так далее. Я просто в своей реакции сказал, что еще и другие факторы тоже надо учитывать. Это тип опухоли, стадия опухоли, но это не клинические рекомендации, это мои, так сказать, научные изыскания. Ну, еще инфекция. Да, ну, стейлихорадка. Мы сейчас, нет, мы сейчас все-таки столкнулись с респираторными инфекциями, с ковидом в первую очередь, которые являются фактором риска. Они везде записаны, что интересно, но никто на них не обращает внимания. Они являются мощным фактором риска, поэтому если онкологически больной с респираторной инфекцией, то я бы назначал, вне зависимости от чего, по ВАКе хотя бы месяца на два. Кстати, то, что вот вы сказали про два месяца, оно таки похоже на правду. С ковидом тоже та же история. Сначала там недели после выписки, потом написали, нет, давайте все-таки два месяца как минимум после роста ковида, риск тромботических осложнений остается. И та же история, я вспоминаю просто, когда мы делали первый протокол по профилактике тромбоэмболии, сначала вообще разговор шел там, ну, недельку после операции. Потом выяснилось, что самая частая тромбоэмболия – это в конце первого месяца, и по-хорошему два месяца надо профилактировать, как отдать. Это не имеет отношения к опухоли, потому что при опухоли вообще сохраняется повышенный риск, пока вы опухоль не удалитесь. А вот рекомендации как раз только в стационаре обычно. Ну, вот это безумие, потому что онкологические больные, по моим представлениям, это мое мнение, что они нуждаются в постоянном приеме. Особенно то, что вы, опять же, так это понесли мимо рта, что антикоагулянты уменьшают метастазирование. Когда-то, знаете, Сламон же рассказывал о корреляции между метастазами и тромботическими осложнениями. Понятно, что пришло время собирать камни. Значит, если антикоагулянты уменьшают метастазирование, значит, что это показания для постоянного применения антикоагулянтов. Ну, надо отрабатывать, это вопросы доказательной медицины. Я все понимаю, сравниваю группу, то, что вы делали. Ну, такая тема, я думаю, что она присутствует. Ваше отношение к салудексиду? Ну, в принципе, с одной стороны, если мы говорим о классическом медицине, я, в общем-то, так как это бездоказательный особый препарат, то классический ксалудексид не очень. На самом деле, я его люблю и применяю часто. Потому что у него, на мой взгляд, есть несколько механизмов действия. Он небольшой, так сказать, и гепариновый эффект имеет, и небольшой антиагрегантный эффект имеет. Я, в общем, его действительно назначаю, особенно в группах риска, у беременных женщин и так далее. Хотя, конечно, если мы говорим о теме онкологической, то здесь нет, конечно, нет. Ну, не могу, опять же, не сказать вам гадость. У него уровень доказательности А. Ну, салудексида. Если вы состав его еще приведете, понимаете? А состав у него один, это один препарат. Ну, из чего он состоит-то? Ну, из того же, из чего гепарин, собственно говоря. Тот же бульон. Бульон полезный. Значит, у него есть уровень доказательности А при венозной патологии, и у него есть хорошее рандомизированное исследование, сейчас не вспомню, в какой стране, но это южноамериканская страна сделана, где показали, что ранний прием салудексида при ковиде снижает частоту госпитализации и тяжесть состояния. Рандомизированная группа, там довольно большие, по 200 человек. Поэтому... Тондарь, я все-таки про клинические рекомендации говорю, да? Вот его там нет. Клинические рекомендации кто делает? Ну, люди, работающие с этими больными. Ну, вот мы и работаем. То есть, еще раз, так как бы я в истории болезни не очень полномочен такие вещи делать, а в принципе я его назначаю, да? По-моему, это хорошая проблема. Ну, к онкологии я не уверен, что у нас мы готовы к тому, чтобы заменить салудексидом антикоагулянты. Ну, плаки, плаки, еле-еле сейчас туда. Да, плаки надо туда, откнуть, и хорошо было бы. Да, и боковой пункт. Вот. Ну, уже практическая доза плаков рекомендована в клинических рекомендациях. То есть, уже... Ну, слава богу. Для профилактики... Опять же, я возвращаюсь к... Ну, просто эта тема пока живая. К ковиду, когда в начале 2020 года, когда мы говорили, что надо делать антикоагулянты, давайте вводить антикоагулянты, во всех международных рекомендациях шло, что плаки надо отменить и назначать НМГ. Мы сказали, ребята, а почему их нужно отменить? Они не хуже НМГ работают. Вот. И мы как раз пошли на ПУАК, получили прекрасный результат. Ну, в инструкции к ПУАКам, только, насколько я знаю, в Санкт-Петербурге онкологии только лечение тромбозов указано, а профилактика нет. И вот здесь есть диссонанс, существующие клинические рекомендации, инструкции к препарату уже появился. Это хорошо, на самом деле. Уже есть мысли и споры, а? Профилактика тромбозов. Тромбозов есть, да? Ну, в онкологических болезах, я говорю, только лечение тромбозов. Нет, имеется в виду, вы фабрилляцию предсердия имеете в виду? Это понятно. Я говорю, что в онкологии... Вы, Сергей, у нас нет дискуссии. Мы здесь не слышим. Здесь люди слушают. Если хочется выйти, выступи и расскажи, что это значит. Нет, не надо, оттуда не надо. Вопрос, пожалуйста. Что? Мне кажется, что все параги, да? Здесь, когда говорим, косяцентам не платят, а как тут больше, чем... А у вас нет? А вы слышите, что у всех наоборот не�оидов. Это ангелопия, что у них есть. Магия, ой, это ангелопия. В первую очередь, в первую очередь, хронический и здесь, в общем-то, и элитроциты, как в четверг участок. В чем вопрос? Нам нужно трансформировать. Вопрос в том, что я озвучу ваш вопрос, что почему мы все-таки аномию ставим первую, говорим о аномии как об агностических факторах и атробозах, вторым местом ставим, да? Хотя на самом деле больше факторов свертывания часто в этой формуле, действительно, потому что в данных, доказательных по ауровле аномии, в прогнозе онкологического больного больше, тромбозы все-таки больше ассоциируются с летальностью, нежели с прогностическими вещами, да? Потом все-таки самый рутинный показатель является клинический анализ крови, то есть у каждого больного гемоглобин мы смотрим. А вот агрегацию тромбоцитов СДФ, РФМК мы уже берем не у каждого, в нашем институте у каждого, а в других нет. Поэтому мы говорим просто про скрининг, важнейшим скрининговым исследованием является клинический анализ крови. Я поэтому про него и начинаю всегда говорить. А на самом деле гемостаз нам не менее существенную роль играет, да, действительно, правда. Так, еще вопросы, друзья, нет вопросов. При опухолях? Не, ну я же не флеболог и не сосудистый хирург, поэтому я не могу сказать, как часто они бывают, да. Просто особенность кровоснабжения все-таки говорит о том, что в конечностях чаще, да, потому что там другая история немножко по кровоснабжению. Там много вен подкожные, глубокие, подвздошные, все-таки она магистральная вена, там, грубо говоря, на мой взгляд, там, когда происходит тромбоз, это уже серьезные сдвиги в гемостазе или локальное поражение опухоли. То есть опухоль малого таза, ну, наверное, да. А в принципе нет, конечно, чаще, скорее, все-таки с нижней конечностями. Значит, все нетипичные тромбозы, а то, что вы спрашиваете, это нетипичная локализация тромбозов, относится к другим болезням, не к опухолям. Это либо тромбоцит пеническая, это тромботическая пурпура, где там с фактором, этим самым, мультимером фактора Виллебранда, Игрища, это поражение эндотелия сосудов тяжелые какие-то. То есть это не, собственно, вот такое рутинное опухолевое развитие. Здесь же речь идет о том, что есть простые тромбозы, с которыми все сталкиваются, это тромбозы вен нижних конечностей, на которые надо обращать внимание. Если вы видите баткиари, тромбоз, не знаю, руки, еще что-то, конечно, надо искать опухоль, это не вопрос, первое, что надо искать. Но это отдельные редкие случаи. Ну, либо вот локальные тромбозы действительно при опухолях в малом тазу. Так, при лечении препаратное железо, до какой величины нужно нормализовать исходный пониженный ферритин? Да, ну у нас есть клинические, слава богу, рекомендации, их все ругают на самом деле, но там четко сказано, ферритин должен быть в конце лечения 40-60 микрограмм на литр. Тогда мы останавливаем терапию. Так, еще. Вопрос такой, если высокий ферритин, надо ли использовать железо или нет? Значит, еще раз, абсолютный дефицит железа констатируется при ферритине меньше 30-ти, если высокий цирреактивный пилот, то при ферритине меньше 100. Как я показал, и не только я показал, многие злокачественные опухоли, особенно женская репродуктивная система желудочно-кишечного тракта, протекают в том числе и с кровотечением, поэтому с низким ферритином. Показания к назначению препаратов железа все-таки не ферритин, а само кровотворение железо-дефицитное. Если мы видим гипохромную микроцитарную аномию, только в этом случае мы задумываемся об исследовании ферритина, и если видим, что ферритин меньше 100 или чуть выше в зависимости от ситуации, мы назначаем препарат железа. Если это норма хромная, норма цитарная аномия, то вот сейчас это состояние точно не связано с дефицитом железа. Вот такая история. Я бы сказал, что все-таки мы сейчас обсуждаем в первую очередь эритропоэтин. Эритропоэтин назначается всегда при аномии, кроме острых тромбозов, где в инструкции есть противопоказания эритропоэтин. Ферритин плохо работает в условиях низкого уровня железа. Поэтому железо является дополнительным компонентом, но опять же, это при ХПН, отработанная технология. Когда вы вводите одновременно эритропоэтин и железо, оно лучше работает. А в нефрогенной аномии, в клинических рекомендациях, ферритин меньше 100 является показанием для препаратов железа. То есть там даже другие уровни ферритина. Ну и, конечно, нас сейчас очень сбил с пунтолыку ферритин высокий на фоне воспаления, потому что раньше было все понятно, низкий и хорошо, а сейчас он действительно бывает высокий, но это может быть связано с какими-то дополнительными факторами и не являться причиной аномизации. Так, еще выступить хотите, Львов Сергеевна? Не хочет. Только вопрос. Спасибо. У меня не совсем выступление. Хочу поблагодарить Николая Игоревича за такой интересный доклад, за эту тему. Мы знаем, что этот год у нас объявлен годом учителя. То есть все-таки отдать дань нашим учителям, которым посвящена сегодня эта сессия. И продолжать искать лучшие пути для лечения больных. Спасибо. Спасибо. Так, ну тогда я традиционно подведу короткий итог. Так получилось, что я никогда в жизни вообще к онкологическим больным близко не подходил. Я сказал, чур меня, чур меня, это пускай они там занимаются. Но сейчас так получилось, что я каждую неделю смотрю онкологических больных, вижу те проблемы, о которых вы говорите, вижу, что онкологи плохо понимают и аномию, и тем более тромботические осложнения. Они направо-налево всем ставят зонтики. Я их прошу этого не делать, но они продолжают это делать. Хотя мы в рекомендациях по тромбоэмболии уже давно, больше 10 лет назад написали, что зонтики устанавливаются только в особых случаях, только при неэффективности антикоагулятного профилактического лечения. Вот. Ну, к сожалению, я думаю, что мы добьемся снижения этого метода. Хотя, ну, поскольку мы работаем в платной клинике, то, сами понимаете, никто не отменял средний чек. Вот. И здесь очень, к сожалению, отрицательное влияние вот этой платной медицины. Что я бы, конечно, хотел отметить, это вопросы корреляции между тромбозами и аномиями. Это страшно интересно, потому что обычно это никто не связывает между собой. Обычно это в одну сторону аномии, в другую тромбозы. Более того, даже наоборот, говорят, что аномии хорошо, тромбозов не будет, потому что сворачиваться нечему. Оказывается, все не так. Все ровно наоборот. И мне кажется, что в этом плане это очень было хорошо показано и рассказано. На что бы я отдельно обратил внимание, это на вашу работу с искусственным интеллектом. Сейчас это всем на слуху, чат GPT, туда-сюда. Значит, вот мы с помощью искусственного интеллекта ставим диагноз ковида, постковидного синдрома. У нас вероятность постановки диагноза ковида 89,5%. 89,5%. Никакой ПЦР, никакой там КТ, даже рядом не стояло. И мы используем, но мы используем аномнистические жалобы, аномнистические данные. У нас нет практически данных по каким-то лабораторным исследованиям. То есть мы спрашиваем, делали вам или нет, но это не наша задача. Но мы знаем, что и по другим диагнозам тоже можно работать с помощью искусственного интеллекта и ставить по неожиданным, ваши признаки, неожиданные для онкологии, по неожиданным признакам выявлять совершенно нестандартные результаты. И я вспоминаю историю, которую рассказывал Израиль Моисеевич Гельфан, точнее его группа, которая работала с Иркиным, клиника первого меда, кардиология. И у них стояла простая задача – сделать прогноз смерти при остром инфаркте миокарда. Они добились прогноза смерти на третьи сутки пребывания в стационаре. Собственно, они отбирали вот эти нестандартные признаки, потому что им сразу начинают говорить курить, вес, еще что-то такое. Все не работало, работало все совершенно другое. Вот методика в поиске этих признаков, она, собственно, отрабатывалась вот этой группой Израиль Моисеевича. И история стояла в том, что, конечно, врачи говорили, ну, слушайте, ну, ваша глупость и математика, какой-то калькулятор, чего там нам считаете? А это были конец 70-х, начало 80-х, и ВМ еще так, может, и были, но это были другие ВМ. Наконец, произошло событие, когда они выкатили из реанимации одну больную с постановки, где был поставлен диагноз, что она помрет, вторую больную, где был поставлен диагноз математиками, что она помрет. И когда померла третья больная, они сказали, нет, ну, я не знаю, что-то в этом есть, давайте мы не будем выписывать больше этих больных, которым математики сказали, что они умрут. Это был перелом такой, и они очень горды были тем, что они смогли убедить врачей, которые совершенно по понятным причинам относились негативно ко всем изыскам математическим, смогли убедить, показать, это, конечно, не evidence-based, но тем не менее. И вот это, мне кажется, крайне важное направление, заведение каких-то симптомов, признаков. Пока, может быть, это черный ящик, я понимаю, может быть, мы не все знаем, не все понимаем, может быть, мы будем выявлять влияние мочи на солнечные лучи, тоже понятно. Но, например, в рекомендациях FDA по искусственному интеллекту медицины написано следующее, там пункт 7 просто специально выделено, что рекомендации искусственного интеллекта всегда должны быть проверены человеком, что нельзя просто использовать рекомендации искусственного интеллекта. И вот мне кажется, что если вы сделаете, покажете результаты применения этой технологии с корреляцией по хирургическим результатам, это будет высший пилотаж, просто высший пилотаж. Я уверен, что вам это нетрудно сделать, поскольку у вас база данных есть, больные все известны. Даже если это будет не супербольшая группа больных, тем не менее, такие корреляции, они позволяют сегодня очень хорошо говорить о развитии вот этих технологий. Вот. Ну, в целом, мне кажется, была крайне положительная лекция, которая, наверное, ставит много вопросов, в частности, о разделении труда между онкологами и терапевтами. Конечно, ужасная история, когда мы слышим от онкологов, вы сходите в поликлинику, поднимите гемоглобин, потом придете. За это, конечно, хочется вырвать язык, но что делать? Что делать? У нас же это все разделено теперь дурацкими приказами, дурацкими рекомендациями. Я к ним негативно отношусь. Я просто, поскольку я отец-основатель всего этого, к сожалению, стандартизации в здравоохранении, я понимаю, насколько плохо сейчас это выглядит. Но делать нечего, надо с этим бороться шаг за шагом, доказывать, что нужно делать, что нужно делать правильно. Ну, а для этого, собственно говоря, наше общество и собирается, для того, чтобы мы могли диссеминировать наши знания, рассказывать об этом. Ну, и, в принципе, никто нам не запрещает делать свои рекомендации, что мы и делаем периодически, вот, и двигаться дальше. Спасибо большое, как всегда, было очень интересно.